Мур, привет друзья, с вами Зирько. По голосованию Кэрри обошла Гатота, поэтому гайд на нее будет первым. Итак, в обновлениях все время дергают второй навык Кэрри, то добавляя ему время кд, то уменьшая. Скорее всего это связано с популярным в это время билдом, о нем и расскажу. А бонусом будет мой, которым предпочитаю играть сам. Начнем с навыков. Пассивный навык, огненная метка. Кэрри своими автоатаками и навыками вешает метку на противника. После пятого стака она детонирует и наносит чистый урон в процентах от максимальных хп противника. 7% на первом уровне Кэрри и 13% на пятнадцатом. Монстрам джунглей можно нанести максимум 300 урона. Вокруг этого навыка и будет строиться билды в этом гайде, поскольку чистый урон игнорирует броню. Первый навык. Вращающийся огонь. Кэрри выстреливает заряд, который держится некоторое время на месте. Снаряд наносит урон на вылете и постепенный урон ближайшим героям, а также замедляет их передвижение на целых 80%. Весит одну метку. Навыки я использую для перекрытия от хода противника или чтобы держать врага на расстоянии. Использовать его в перестрелке не стоит, поскольку наш урон с руки больше урона, чем этим навыкам. Помогает в фарме. Второй навык. Фантомный шаг. Кэрри совершает недалекий прыжок и одновременно кидает во врага звезду. Звезда наносит урон и дает стак пассивки. При использовании ульты Кэрри кидает две звезды, причиняя два урона и навешивая два стака. Основной в использовании скилл. В билде с поясом используется все время. При перемещении, в бою, при фарме. Ульта. Проворный огонь. Кэрри входит в режим пулемета и начинает кидать две звезды за выстрелок. Также увеличивает свою скорость передвижения, но теряет 20% скорости стрельбы и 50% урона. Но для обоих билдов урон с руки не важен, поэтому используем по максимуму. Эмблемы. Можно выбрать на свой вкус. Я беру эмблемы стрелка с третьим перком на замедление. Способности тоже на свой выбор. Я беру вспышку, поскольку порой надо подскочить и использовать прыжок, что позволит не только сократить расстояние, но и добить врага пассивкой. Первый билд для соло игры. Берем что-нибудь для зачистки леса. Потом обувь демона, поскольку мы забиваем на скорострельность, но нам понадобится мана. Много маны. Бесконечная битва. Топор кровожадности. Штормовой пояс. Это основа билда. ББ и пояс дают нам урон своих пассивок после каждого прыжка. А благодаря билду мы сокращаем время перезарядки этого навыка как раз до 1,5 секунды. То есть прыгнули, стреляем. Прыгнули, стреляем. И выдаем чистый урон с двух предметов и нашей пассивки. Кроме того, оба предмета добавляют мана реген. А бесконечная битва, исцеление с руки, но оно не основное. Что тут делает топор? Он дает нам не только плюс 10% кд навыков. Но поскольку система защитывает чистый урон, как урон навыкам, мы получаем исцеление от урона пассивкой кэри, ББ и пояса. Далее просто собираем, что нам нравится. Можно в урон, можно в защиту. В моем примере оракул добавляет макс сопротивления 10% кд и увеличивает отхил с топора. А древняя кераса дает отпор автоатакерам. Эта сборка позволяет не дохнуть мгновенно при неудачной стычке. С помощью эмблем и пояса мы замедляем противника после каждого прыжка, уменьшая шансы на побег. Поскольку наша толщина, как у бойца средней руки, то если у нас нет толкового фронтмена, который будет впитывать урон, мы не сильно расстроимся. Более того, пояс наносит своей пассивкой урон по площади. Бой такой кэри выглядит, как прыжки вокруг выбранного противника. И тут главное не словить оглушение или обездвиживание. Второй билд построен на скорострельности и дополнительном уроне. Берем опять же что-нибудь на лес, потом сапоги-скороходы или сапоги-спешки. Золотой посох. Теперь нам понадобится для активации пассивки не 5, а 3 стака. При атаке автоатакой. Продолжаем разгонять это свойство и берем... Меч охотника на демонов. Кстати, его дополнительный урон стакается с пассивкой золотого посоха и активируется трижды на каждый третий выстрел. А их при использовании ульты очень много. Подробнее в ML-фактах. Бесконечная битва. О ее полезности я уже говорил. Коса коррозии. Сильно увеличивает скорострельность и немного скорость передвижения. А противнику скорость бега замедляет. Киреса грубой силы. Даст немного хп, брони и урона. Можно заменить на золотой метеор, если напрягают маги. Эта сборка требует перед вами фронтмена с контролем. Билд направлен на максимальное уничтожение, независимо от толщины противника. Благодаря скорости активации пассивки кэрри и охотника, даже самые толстые противники гибнут за пару секунд. Кэрри это стрелок, способный без потери времени уничтожать танки, чем можно пользоваться в бою. Но второй билд очень боится убийц. Как в принципе контрить кэрри? Все просто. Убийцы и маги с сильным уроном. Кэрри достаточно танка, чтобы умереть от прокаста. Надеюсь этот гайд вам поможет, друзья. Если видео вам понравилось, подписывайтесь, делитесь им с друзьями и ставьте лапки. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин